Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Electronic Arts показала первый геймплей одиночного режима игры Star Wars Battlefront. Разработчики показали 25 минут геймплея Deus Ex Mankind Divided. В новом Hitman дополнения будут совершенно бесплатными. Electronic Arts показала первый геймплей одиночного режима игры Star Wars Battlefront. Компания DICE, как оказалось, привезла на выставку E3 2015 не только видеогеймплей многопользовательского режима игры Star Wars Battlefront. Разработчики решили представить новый режим выживания, который представляет собой оффлайновую игру. Новый режим игры представляет собой ряд заданий, где игроку необходимо было обороняться от волн наступающих врагов и попутно выполняя задачи. Разработчики показали 25 минут геймплея Deus Ex Mankind Divided. Причем во время просмотра необходимо помнить о том, что видеоролик игры был снят с альфа-версии и не может отражать финальной версии игры. В любом случае, стоит отметить, что за прошлые годы игра стала заметно лучше, но что касается механики, она не изменилась. И все же, это хорошая новость, ведь если кто-то помнит, Deus Ex Invisible War очень сильно отличалась от своего оригинала, что тем самым похоронила серию игр Deus Ex больше, чем на 7 лет. Напоминаем, что Deus Ex Mankind Divided выходит в следующем году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. И3 2015 установила новые рекорды. Компания Electronic Software Association наконец-то опубликовала свою новую статистику с И3 2015 и уже сообщила о том, когда будет проводиться И3 2016. Во-первых, на этот раз игровую выставку посетило более 52 тысяч человек, а это уже на 4 тысячи больше той выставки, что прошла в прошлом году. Игрокам более чем из 109 стран дали возможность опубликовать свои проекты. В итоге было опубликовано более 1600 проектов от 300 участников И3. Активность социальных СМИ также поразила своими рекордами в Твиттере. Было размещено более 6 миллионов сообщений. А в известный всеми Инстаграм было выложено более 7,5 миллионов фото. Что касается трансляций в Твиттере, то их было просмотрено более 1 миллиона человек одновременно. Это уже не говоря о Ютубе, в котором было выложено более 1 миллиона видеороликов. Но и это не все. Ведь стала также известна дата проведения И3 2016. Игровая выставка в следующем году вновь пройдет в выставочном центре солнечного города Лос-Анджелес. И назначено представление на 14 июня. Надеемся, что в следующем году И3 поставит новые рекорды. В новом Хитман дополнения будут совершенно бесплатными. На запуске, как обещают разработчики, игра будет полностью работоспособной. Но все же она не будет закончена до конца. В следующем году разработчики обещают добавить множество новых заданий, локаций и, к примеру, целей, которые станут доступными лишь на 2 дня. Причем разработчики не называют это ранним доступом. Ведь игры, находящиеся под этим статусом, являются незаконченными по определению. А у компании IO Interactive весь контент будет завершен. В 2016 году они собираются просто дополнить игру куда более большим контентом. Кроме этого, разработчики не собираются сдирать с игроков деньги, так как они дорожат своими поклонниками. Поэтому любые дополнения, что будут выходить в дальнейшем, будут совершенно бесплатными. В Deus Ex-Mankind Divided были показаны передовые технологии графики. Эту техническую демонстрацию разработчики провели уже на заключительной конференции под названием ПК Gaming Show. Самой эффектной и заметной технологией стала техника объемного освещения вместе с насыщенностью воздуха. Как известно, такая техника позволяет прорисовать каждую частицу в воздухе. Двигаясь через этот свет, постепенно насыщает пространство и придает густоту, что тем самым добавляет реалистичности и атмосферности игре. Кроме этого, разработчики обзавелись в игре технологией Pure Hire и Pure Material. Также движок игры имеет поддержку DirectX 12 и передовые технологии AMD Trace Fakes. Команда разработчиков еще и сообщила то, что все их будущие игры будут разрабатываться исключительно на движке Dawn Engine. На этом мы завершаем наш выпуск. К вами была Ари. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!